Лимфедема 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 Риск Лимфедема 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 Лучевая терапия Дисекция узлов И их количество Предстательная железа Тазовая диссекция Увеличивает риски отёк гениталий встречается не так часто, однако облучение увеличивает эти риски в несколько раз. И несмотря даже на то, что отёк гениталий довольно как будто бы редко встречающаяся проблема, она существует и также не стоит её игнорировать и о ней забывать. Срок дебюта – те же первые 12 месяцев. Международное общество лимфологов стадирует лимфедему на три стадии. Мы обычно начинаем с первой стадии. Характеризуется она тем, что отёк переходящий, может то появляться, то исчезать, зависит также от физической нагрузки, проходит после элевасы конечности, после отдыха. Характерным является питинг-тест, так называемый тест, когда мы надавливаем на интересующую нас область в течение 30-60 секунд. Если после этого остаётся видимое углубление, значит мы можем уже говорить о том, что существует какой-то отёк в этой конечности. Дальше потихонечку происходит увеличение фиброза, разрастание соединительной ткани, жировой ткани. Отёк мы не можем ликвидировать до состояния изначального конечности её объёмов. И третья стадия чаще называется уже слоновостью, когда мы видим значимое разрастание подкожно-жировой клетчатки и, возможно, даже присоединение каких-то вторичных компонентов, таких как трофические нарушения, лимфорея и прочие симптомы. Какие есть рекомендации по профилактике? Конечно, по современным стандартам присматриваются, существуют исследования, которые рассматривают наши классические рекомендации, рассматривают, как часто они встречаются, но всё равно остаётся по классике. Мы рекомендуем стараться не повреждать кожу, беречь её, исключать инъекции в оперированную конечность, стараться ухаживать и беречь кожу, избегать пережатия, то есть правильно подбирать бельё, не использовать одежду, которая может как-то нарушать лимфооток, не нагревать бани, сауны, не охлаждать проруби, не травмировать. К сожалению, травма, падение, даже перелом может привозвать сбит лимфедемы. Адекватная физическая активность, в её рамках мы говорим о том, что мы не рекомендуем длительные статические нагрузки, статика, когда нет движения в конечностях. Если говорим про нижние конечности, долгое сидение, долгое стояние, долгие поездки, верхние конечности точно так же, долгие прогулки с обученной верхней конечностью, долгое неподвижное положение. В противовес этому силовые нагрузки. Существует исследование, согласно которым адекватно подобранная нагрузка с адекватной компрессией, под контролем, под использованием профилактических компрессионного трикотажа, не только не усугубляет течение лимфедемы и не увеличивает её риски, но и наоборот помогает профилактировать. А если уже лимфедема случилась, то снижать её агрессивность, снижать её увеличение, скажем так. Поэтому физическая активность рекомендована. Главное, чтобы она была адекватна. Не рекомендуем пациентам руку повязать на привязь, как иногда бывает, и ничего ей не делать. Нет, она должна участвовать, человек должен жить, качество жизни не должно страдать. По поводу использования компрессионного трикотажа профилактически. Также существует исследование, в которых говорится о том, что профилактическое использование компрессионного рукава, мы говорим про молочную железу, в течение трёх месяцев после завершения адюантного лечения, в течение минимум 8 часов, то есть это на весь рабочий день, не только на нагрузку, в день значимость снижала риск развития лимфедема. Поэтому в категории пациентов с высоким риском мы рекомендуем ношение компрессионного трикотажа для профилактики. Данные такие и есть, почему бы этим не воспользоваться. Трикотаж мы рекомендуем использовать на физические нагрузки, на статические нагрузки, долгие поездки, долгие сидения, неиспользование конечности, на спорт, бытовую активность, самую обычную, уборка дома активная, занятия своими бытовыми делами, ношение детей и прочие факторы, которые могут как-то усиливать нагрузку. Также во время лучевой терапии, так как это является повреждающим фактором, высокая температура. Также есть в статьях, как риск, как провокатор развития лимфедемы и авиаперелеты. На верхнюю конечность мы используем обычный компрессионный трикотаж конфигурации от запястья до плеча, чаще на силиконовых точках, но это все опционально. Первый класс компрессии – круговая вязка. Что касается нижних конечностей, чаще рекомендуем или чулки, или колготки второго класса компрессии, но здесь четких убедительных данных о том, что нужно именно так, нет. Однако означается так. То есть компрессионный трикотаж, он не убирает риски развития доманного заболевания в ноль. Однако он их существенно снижает, опять же, по данным литературы, и помогает, если все-таки отек случился, и мы говорим о дебюте лимфедемы. Его лучше контролировать пациенты, кто знает о всех мерах профилактики, кто использует компрессионный трикотаж, больше привержены лечению, они быстрее и чаще обращаются в начальных стадиях лимфедемы, и это улучшает значительно их прогноз. Также, как контролировать? Рекомендуем использовать дневник замеров. Он считается самым эффективным. Обязательно замеряем обе конечности, потому что они бывают и асимметричные, мы можем наблюдать и в целом увеличение веса, и в целом какое-то общее отечное состояние. Если же видим, что идет какая-то разница между конечностями, то обязательно сообщаем пациентам, что обращаться нужно как можно раньше. Замеряем в одних и тех же точках, стараемся, чтобы замеры были воспроизводимы, не отличались друг от друга. Что касается лечения. Золотым методом лечения стандартным считается комплексная физическая противоотечная терапия, коротко называется КФПТ. Состоит из двух фаз. Первая фаза – снятие отека. Происходит на этапе лечебного учреждения, в нее входит специальный лимфодренажный массаж по фельде, его схема может отличаться значительно в зависимости от того, какая у нас патология, какие удалили лимфатические узлы. Дальше бандажируем бинтами малой растяжимости, это специальные тоже бинты, которые используются именно для данной процедуры. Также в комплекс включается лечебная гимнастика и уход за кожей. После снятия отека начинается вторая фаза поддержания результата, где используется все то же самое уже самим пациентом, но вместо бандажирования используется компрессионный трикотаж. Данный метод лечения имеет высокую степень доказательности 1Б и также, обратите внимание, 1А – это ношение компрессионного трикотажа для поддержания результата. По компрессионному трикотажу, еще раз, если мы отека не имеем и говорим про профилактику, используется чаще круговая вязка. Если же отек случился, мы его ликвидировали, мы назначаем плоскую вязку. Согласно исследованиям, также она лучше контролирует состояние конечности нарастания отека и в целом легче носится, поэтому это считается стандартом при лечении лимфедемы. Как это выглядит? Конечность бинтуется, начиная от пальцев, заканчивая до плеча или бедра. Пациент в этой красоте ходит целый день, затем приходит к нам, мы процедуру сети повторяем. Количество процедур индивидуально и зависит от стадии отека. Соответственно, чем раньше опять же пациент приходит, тем меньше этих процедур нам необходимо, потому что не так много жидкости нам нужно убрать. Чем раньше придет, тем меньше будем этим всем заниматься. Как выглядят результаты? На данном случае представлен отек двух-трехлетней давности. Мы видим, что даже несмотря на наросший такой фиброз, мы видим такие отпечатки на левой картинке на ноге. Это как раз-таки питинг-тест. Это то, что называется, надавили, посмотрели, насколько погрузились пальцы. За, по-моему, пять процедур отек довольно хорошо ликвидировался. Кожный рисунок на правой конечности связан с тем, что у данной пациентки существовали рожистые воспаления длительные, которые в том числе могут быть рецидивирующими, если мы говорим о нелеченном отеке. Немного рук. И вот хороший, например, тоже результат. Отек был значительный, однако он был свежий. Пациентка довольно рано обратилась к нам за помощью. Довольно агрессивная была лимфедема. Однако за восемь процедур мы видим, что конечности практически сравнялись, несмотря на то, что это уже начало вызывать нарушения в верхнем плечевом поясе. То есть такая увеличенная на несколько килограмм конечность, конечно, не может остаться незамеченной для нашего организма. Конечно, мы чаще видим уже отек значительный, когда он виден невооруженным взглядом. Однако не стоит забывать, что к невооруженному взгляду большому отеку он все-таки с чего-то начинается. С незаметных, с довольно незначительных проявлений. Вот, например, на левой картинке. Отечность верхней конечности была замечена только специалистом. Пациентка на нее не жаловалась. Однако мы видим значительно увеличенный указательный палец и большой палец. Герметологическая симптоматика исключена. Это именно отек лимфатический. В жаркое время года отекает целиком и кисть, и рука, и остальные пальцы. Но вот он сохраняется в таком виде пока что. В будущем, конечно, если это не купировать, могут быть и распространения отека. На правой картинке одинаковые руки, по сантиметрам они тоже одинаковые, но мы видим. На правой картинке, на правой руке ярко виден сосудистый рисунок на запястье, на левой он сглажен. Остается питтинг-тест. Да, пока что и пациентка сама может на это внимание не обращать, и специалист, если ее не посмотрит, если не поднимет ее кофту, этого не заметит. Однако это начало, и это может спрогрессировать во что-то более серьезное, так как лимфедемия хроническое прогрессирующее заболевание. Что касается иных локализаций, редко, но встречаются отеки гениталий, отеки молочной железы, отеки боковой поверхности грудной стенки, лопатки, живот бывает. После операции на голову и шею также бывают отеки и лица, и шеи в том числе. Поэтому для данных локализаций используются и специальные лимфологические подкладки, и специальные компрессионные белье, например, молочная железа, бюстгальтер тоже. Иногда бывает, отеки могут сохраняться в этих локализациях изолированно от конечности, то есть не обязательно должна отекать еще и рука, например, в случае посередине. Однако чаще все-таки это все совместно происходит. Ну и, наконец, хочется добавить, что неизвестимо от усилий специалиста по ликвидации отека, без участия пациента и без его приверженности результата не будет, потому что отек прогрессирует. Если не использовать компрессионный трикотаж, если не заниматься мерами профилактики и лечения, все это будет бессмысленно, конечность будет нарастать. Все случаи слоновости третьей стадии лимфедемы, я считаю, не должны существовать в современном мире, когда существует лечение, когда специалиста можно найти. Поэтому трикотаж может выглядеть по-разному. И вот, например, разные цвета бывают, если мы говорим про индивидуальный трикотаж. И это стоит знать, этим стоит напоминать и контролировать пациентов, если такая ситуация случилась. Спасибо за внимание. Продолжение следует...